Всем привет и добро пожаловать на канал. Я немного простыла, но стараюсь выдерживать график одно видео в неделю. Но сегодня будет монокнижный выпуск. Недавно на канале выходило видео о драконах. То есть разные истории от классических до современных румфантовых, в которых так или иначе фигурируют эти существа. Изначально я подготовила, скажем так, или планировала в это видео взять больше в мир, чем там оказалось в конечном итоге. И одна из книжек, выпавших из того драконовского обзора, является героиней, центральной темой нашего сегодняшнего обзора. Книжка мне показалась любопытной по своей форме. Это история вроде как о попаданке, но о попаданке в теле дракона. Такого небольшого, но вполне себе дракона. Согласитесь, довольно любопытная концепция, так как это не только другой мир, но и другое тело и какая-то специфическая физика. Ну и, естественно, некоторая необходимость выживания, казалось бы. Но по мере чтения книжки у меня все больше и больше каких-то ремарок стало возникать. Я стала делать скриншоты по ходу чтения, к местам, которые вызывали у меня какие-то особые вопросы или возмущения. И в какой-то момент я поняла, что у меня этих скриншотов в телефоне столько, что еще чуть-чуть и я смогу из них распечатать новую книжку. Такая книжка, которая изначально предполагалась как иллюстрация темы Дракона в Румфанте, оказалась неплохим кандидатом на что-то вроде «Бесячего вечера». В отличие от классического формата, мы не будем читать книжку вот сейчас. Это не будет ни сто страниц. Я постараюсь не цитировать все 120 или 130 скриншотов, сколько у меня тут сохранено. Тем не менее, на каких-то цитатах мы с вами остановимся. И я попытаюсь донести свои впечатления от этой истории и конкретнее с помощью цитат объяснить, что же я так придираюсь. Итак, книжка. Завязка, как я уже говорила, вполне себе неплоха. Главная героиня, естественно, человек из нашего мира, начинает снить очень своеобразные, очень живые сны. Во снах она себя чувствует драконом, и все это очень живо. То есть она там общается с какими-то своими драконьями родственниками, летает и чувствует восторг от вот этого полета, кормится, причем на удивление кормится фруктами, ну допустим, и живет в какой-то, скажем так, лесисто-гористой местности. Все это кажется ей такими приятными, необычными снами, пока однажды она более основательно, что ли, не просыпается в теле небольшого дракона. Насколько я помню, она какое-то время все еще не может понять, это таки реалистичный сон или все-таки уже реальность. Автор, похоже, хочет показать ее человеку, не очень вовлеченному в мир фэнтези, то есть не похоже, что она зачитывается и как-то охотно переселяется, верит во все, что она видит и ожидает увидеть магию. Тем не менее, большого удивления, паники или еще каких-то таких вполне себе логичных чувств наша героиня на первом этапе как-то не испытывает. Все это можно было бы списать на специфику адаптации, допустим, человек не хочет в это все верить, все еще надеется на сон и всякое такое. Тем не менее, забегая вперед, вся возможная линия с переживанием таких существенных изменений в своей жизни вплоть до смены формы, вся эта линия, в общем-то, не проработана. Казалось бы, автор не особенно этим интересуется и как-то не особенно на этом всем концентрируется. Вот где-то в тот момент, когда главная героиня более основательно переселилась в тело вот этого маленького дракона, ее похищают из той местности, где она жила вроде как с сородичами и куда-то в клетке, как птичку, как пугая волокут. И мы знакомимся с еще одним героем, вроде как главным, по крайней мере, значимым для главной героини человеком. Это местный житель, естественно, высокопоставленный аристократ, некий советник, которому срочно понадобился дракон. Даже не просто ручной дракон, а автор наставит, что это фамилиар. То есть некая особенная привязка и очень ценные профиты из вот этой связи должны возникать. Проблема в том, что, по словам автора, и она очень часто это повторяет и как-то акцентируется на этом моменте, В этом мире драконы, во-первых, довольно небольшого размера, то есть, я так понимаю, где-то примерно до размера с крупной собаки. И они делятся на две категории, дикие и домашние. Домашние живут в неких питомниках. Более подробно о питомниках мы так и не узнаем, мы туда не попадем. Какую-то статистику рождаемости, смертности и в общую выгоду существования этих самых питомников мы тоже не узнаем. И зачем на самом деле существовать питомником, а не проще ли разводить индивидуально. Тем не менее, автор говорит, есть питомники. Наличие дракона помогает избавиться от физических проклятий, от ядов и еще каких-то там вещей. Более того, дракон может продлить жизнь хозяина. И тем не менее, большая часть того, о чем рассказывает о драконах автор, это скорее такие привилегированные питомцы. Тем не менее, второму главному герою срочно понадобился дракон, так как его прокляли и ему нужно спасать свою жизнь. Почему-то третьему советнику короля не нашлось нового дракона, допустим, ни в одном питомнике нету, и он решает получить его дракона нелегально, обращаясь к браконьерам. И вот автор говорит, дикие драконы рождаются лишь в заповеднике, то есть это то место как раз, где главная героиня впервые увидела себя в теле дракона. И охота на них запрещена законом. Браконьерам пойманным с поличным грозит казнь, а тем, кого увлечают покупки дикого дракона, конфискация имущества и изгнание, невзирая на титулы. Докольно выпугающая перспектива, согласитесь. Советник рисковал всем, связавшись с браконьерами, но не сделав этого, он рисковал, пожалуй, больше собственной жизни. Я не могу не задать вопрос. С одной стороны, у нас угроза поимки, казнь, конфискация имущества, с другой стороны, у нас смерть от проклятия. Почему автор это противопоставляет, говоря, что не сделав этого, он рисковал собственной жизнью. И в том и в другом случае человек рискует собственной жизнью. Понятно, что пытаясь спастись, человек склонен перебирать все варианты, в том числе и нелегальные, но такое противопоставление завладить здесь довольно нелогично. Главный герой на подходах к логову браконьеров, которые вполне себе, казалось бы, спокойно чувствуют в городе, несмотря на то, что это очень перспективная работа, все перспективы которой заключаются в лишении жизни. Честно говоря, странная браконьера, учитывая, что мы так и не узнаем о частых покупках нелегальных драконов. Более того, автор говорит о том, что такого дикого дракона еще попробуй легализуй, и в этом смысле профит браконьерской работы мне не понять. Если дикого дракона, в общем-то, сложно легализовать, то в чем смысл браконьерской работы? Разовая нажива, ну, разве что случайная попытка заработать, ну, или, не знаю, какие-то безумные глупцы. Тем не менее, главный герой у браконьеров встречается еще с некой дамой, которая тоже очень-очень хочет купить вот этого дракона. Но ему повезло, имея примерно равные суммы, удивительно, как будто бы все-таки есть некая ставка, у него был еще и дополнительный перстень, благодаря которому дракон достался ему. Учитывая, что ему срочно надо было спасаться, удивительно, что он не тащил намного больше денег, потому как вряд ли ему разрешили бы дать чек или сбегать домой с дополнительными деньгами. Второй главный герой, советник, покупает нашу главную героиню и выходит с ней. Любопытная сцена, которая важна для психологического портрета второго главного героя. Уже на улице, спустя несколько минут, его главной герой нагнали торопливые шаги. Тонкая рука в перчатке довольно крепко схватила за предплечье. «Пожалуйста, господин, послушайте, мне очень нужен этот дракон, уступите мне его, я вам верну все потраченные деньги и напишу расписку, по которой вы сможете получить гораздо больше. Прошу вас, я напомню, они нелегально покупают дракона, и это действие не просто уголовно наказуемое, а согласно закону ведет к конфискации имущественным и казни». Напишу, и паспорт приложила к этому. И главный герой отвечает, «Простите, сударыня, но вряд ли соглашусь пожертвовать собственной жизнью, даже если вы сейчас скажете, что дома у вас умирает единственный сын». Сука ответил Савеки, одним движением освобождается от ловких пальцев. Прощайте. И дальше комментирует автор Регди, так его зовут, не солгал. «Приять ли даже упоминание о умирающем ребенке заставило бы его уступить дракону? Разве что совесть могла уколоть? Потом, когда он был бы полностью уверен, что собственная жизнь уже вне опасности». Отличный портрет человека. Понятно, что потребность спастись, естественная потребность, но полстраницы автор очень ясно нам акцентирует, что все добродетельные качества, как-то спасение страждущих, спасение умирающего ребенка для нашего героя несущественны. Точно ли автор хочет, чтобы мы сочувствовали этому человеку и как-то полюбили его? Автор довольно подробно рассказывает, каковы свойства драконов-фамильяров. Например, они полностью защищали своего хозяина от ядов и проклятий, даже от тех, которые в прошлом считались абсолютно неснимаемыми. Также при ритуале запечатления могли вылечить хозяина от любой самой смертельной болезни или раны. И, по слухам, сильно продлевали жизнь. При таких вводных, при таких ценных качествах удивительно, что драконами-фамильярами не взаведлись, ну, если не все население страны, или даже в мире в целом это не было бы обычной и желательной практикой, а как минимум аристократия и уж тем более советник короля не обладает такой ценной зверюшкой. Кстати, еще один момент, от которого у меня потерялся периодический глаз. Автор, говоря о героине, называют ее дракона. Понятно, что у слова дракон есть феминитив. Это драконица, ну, или дракониха. Но дракона, я впервые такое слышу и не уверена, что это какой-то корректный феминитив. Советник приносит дракону, нашу главную героиню, домой. Там у него случается приступ вот этого умирания от проклятия, и она его спасает. Причем она его спасает не своим присутствием, так как они еще вроде как не провели запечатление, а делает это вполне себе по-человечески. Она находит его лекарство, которое, видимо, работает в случае проклятия или последствии проклятия, развязывает мешок, забирается к нему на колени и вкладывает эту таблетку травяную, большую, как автор подробно нам рассказывает, в рот человеку. И главный герой, судя по всему, не видит в этом ничего странного. Я бы списала это на, скажем, болезнь или на просто потребность автора нарисовать такую забавную, скажем, сцену, но, прямо сказать, герою долго будут тупить или, скорее, проявлять мало интереса к необычным свойствам вот этой драконы. Первое, что делает человек, он же наш второй главный герой, приходя в себя, он цапывает сидящую на коленях главную героиню, читая там какое-то свое заклятие, чтобы осуществить это запечатление. Снова вопрос, почему это нельзя было сделать сразу, учитывая срочность процедуры. Любопытнее, другая сцена. Человеку полегчало, дракон сидит на столе. Что делает товарищ? Он достает трубку и табак. И вот тут следует сцена, которой я с вами хочу поделиться. Главная героиня пыталась отодвинуть от него пепельницу и там даже трубку стащить. Советник усмехнулся и, возмутимо доставая запасную трубку, медленно набил, закурил и выпустил дым в сторону насупленной, следящей за ним драконы. Да, тут часть от первого лица, а часть от третьего, когда речь идет о советнике. Та сердито чихнула, облизывая нос длинным раздвоенным языком. Ну, дракона, огорченно вздохнув, неохотно вернула пепельницу на место. Кстати, зачем пепельница, если он курит трубку? По-моему, трубка выкуривается, а потом выбивается. Знал, в чем дело. Запах. У драконов очень сильное обоняние, и многие запахи, которые нравятся людям или просто не мешают, кажутся им неприятными. До сих пор о таких мелочах он попросту не задумывался. А вот теперь менять привычки, чтобы подстроиться под своего фамильяра или игнорировать. Советник с сомнением взглянул на трубку и понял, что курить он не бросит даже ради железного здоровья и дополнительных столиц жизни. Тем более, что отказ от вредной привычки вовсе не гарантирует столь плотного контакта с фамильяром. Ты только что сформировал связь с новым драконом. Да, он предполагает, что раз она дикая самка, то там будет связь слабая. Но, извините, вы неуважаемый, не являетесь специалистом по драконам. Откуда ты знаешь, как сформируется связь? Более того, этот дракон, будучи еще диким, казалось бы, и неприрученным, и не включенным в знакомую среду, спас тебе жизнь. Причем сделал это скорее как человек, а не как животное. Она не использовала какие-то особенные свойства драконов. Она взяла таблетку и вложила тебе, гаду такому, в рот. И ты сейчас, мало того, что куришь прям ей в морду, зная прекрасно о том, что ей неприятно, так более того, даже не пытаешься какой-то плотный контакт. То есть, по сути, это, не знаю, использование какого-нибудь суперсовременного ноутбука для забивания гвоздей. Вот так главный герой, похоже, собирается применять своего нового обретенного фамильяра. При этом вопрос легализации он пытается, так сказать, провернуть, но делает это не используя, скажем так, свое знакомство с королем или еще с какими-то личными вести, как, например, голова тайной стражи, с которой мы познакомимся чуть позже. А он пишет парочку писем тем людям, которые ему должны, которые живут далеко в провинции, и которых можно, прямо говоря, принудить признать вот эту передачу дракона. Не знаю, зачем такой сложный путь. Логично было бы предположить, что в таких экстремальных случаях, особенно для значимых, состоятельных людей, есть какие-то обходные пути. Тем более, как мы узнаем сильно позже, драконов из заповедника некоторое количество таки изымают. Дальше он дописывает свои письма, в которые она мимоходом сумнула нос и ожидаемо ничего не поняла, ну, допустим, и небрежно, зажав меня подмышкой, отправился в спальню. Там я была все так же небрежно распроважена в широкое кресло, а мужчина, наскоро раздевшись, рухнул в постель и тоже уснул. Нелегкий видодень вывелся в бедняге. Довольно странное обращение и довольно странная степень интереса к новоприобретенному существу. И, как мы замечаем, покормить, попоить новоприобретенного фамилиара никто не удосужился. Главное, я почувствовала голод, собралась эту проблему как-то сама решить. Сначала она велась крутить замок. Странная-то в этом случае прислуга попадает с утра к хозяину в комнату, если он закрывается на ночный замок. Тем не менее, видимо, нужна была следующая сцена, когда маленький дракон пытается провернуть ключ и проворачивает вместе с ним сама. И она, значит, повисает на ключе, который, кстати, начал подозрительно гнуться под моим весом. Начинаю усиленно работать крыльями, дверь тихим скрипом открывается. Она размера с кошку. Я, конечно, не предлагаю подвесить кошку в пакете на ключ, но вообще-то металлическая, достаточно толстая штучка, с дачей которой проворачивание внутренних деталек в замке, не может быть сделана из мягкого материала. Ну, не золотые же у него ключи в доме. Там высшие пробы. Одна из следующих сцен тоже чудеса физики. Дракон находит бочонок с оленями. Значит, в бочонок я все-таки полезла, зацепившись когтями задних лап за край, попыталась протестнуться в щель между краем и крышкой. Протестнуться-то протестнулось, а в том, что когти у меня далеко не кожащие, следовало бы догляться раньше. Вес моего тела они не удержали. Что странно. С протестующим писком обрушиваюсь вниз, плюхнувшись в рассол. Что-то заскрипело и резко стало темно. С нехорошим предчувствием поднимаю голову вверх. Не знаю уж, от падения или хвостом зацепила, но крышка съехала, полностью закрыв щель. Тяжелая, между прочим, крышка. А когти у меня уже, как и говорилось, не кожащие, недостаточно острые, чтобы цепляться за разные поверхности. Почему у дракона когти недостаточно острые? Но кроме вот этого физиологического вопроса, есть еще один. Большая бочка, на которой тяжеленная крышка лежит. Допустим, кошка или дракон размером с кошку протискивается в щель между крышкой и краем бочки. Похоже, автор плохо физиализировал сцену. Что будет с крышкой, если что-то более крупное, не совпадающее с ответственностью между краем крышки и краем бочки будет туда пропихиваться. Крышка поедет назад. И, согласитесь, более вероятно, что она либо упадет, либо шире отодвинется. Но точно уж никак не захлопнется. Отодвинутая туда тяжелая крышка ни в каком случае не поедет обратно. Единственный вариант, это если бы крышка была захлопывающейся. И до этого была, скажем так, опора какая-то. И ту захлопывающуюся крышку можно внутри поднять головой. Сидя в бочке с рассолом и доедая огурец, главная героиня размышляет о особенностях своего состояния. Не гореть, что доигралась, огорченно подумала я, и винить в этом некого, кроме себя самой. И почему считается, что детство – это лучшая пора? Это же ужас на самом деле. Полная утрата здравомыслия и способности принимать адекватные решения. Неуемное любопытство в разы больше, чем инстинкт самосохранения. С этим надо что-то делать. Я напомню, главная героиня – взрослая женщина, попавшая в тело дракона. Откуда там детство, чрезмерное любопытство и все остальное, мне непонятно. Это свойство психики. Тело, которое подталкивает сознание к каким-то странным детским поступкам, вызывает скорее недоумения и вопросы к автору, а не в веру происходящее. Понятно, что им надо было написать какие-то забавные сцены, но взяла бы героя подростка, героя-ребенка, которые как-то прячутся, боятся и пытаются освоиться в новом мире. А взрослая женщина в теле дракона останется взрослой женщиной в теле дракона. Любопытная сцена, касающаяся самого советника. В государстве, где фамильяры давно и проще стали не только признаком высокого положения и достатка, но и частью культуры, считалось неотъемлемой частью хорошего образования прослушать обширный курс лекций о фамильярах. Так что эти лекции входили в обязательную программу обучения юношей из аристократических семей. А что, девушек не учили? Но впрочем, даже простолюдины и деревенские мальчишки, ни разу в жизни не видевшие настоящего дракона, кстати, почему, знали о фамильярах достаточно много. Похоже, главный герой прогуливал селекции, либо не является представителем аристократического семейства. В этом месте автор сама себе противоречит. Не знаю, если ты хочешь, чтобы была проблема с получением дракона, не надо так педалировать тему о том, что драконы – это часть культуры, часть экономики и часть социального статуса. Человек, являющийся советником короля, аристократом, состоятельным человеком и прочее, 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 не может игнорировать культурные, социальные требования. Все, что модно, он должен как-то хотя бы минимально на себя надевать и как-то себя преображать. И те атрибуты, которые подчеркивают его статус и социальное положение, тоже у него должны были быть, даже если бы он не испытывал никакого интереса к драконам. Тем более, удивительно, если мы говорим о таких ценных существах, которые а. продляют жизнь, б. помогают справиться с ядами и проклятиями. В итоге оказывается, что дворецкий, который почему-то по обыкновению помогает хозяину с утренним умыванием, то есть, видимо, других слуг и камердинера у нашего состоятельного и знатного главного героя нет. И, похоже, что дворецкий, не являющийся аристократом, более подкован в вопросе ухода за домашними животными, как мне он, а, возможно, и за драконами, чем такой весь знатный и образованный хозяин. Потому дворецкий не только ее помыл отраслой, но еще и накормил. В какой-то момент мы узнаем об особенностях должности. Чего же там он там советует этот наш советник. Несмотря на то, что даже его величество рек деньгода особо не жаловал, хотя и уважал в какой-то мере за честность, или, скорее, за то, что его величество считал честность. Уже интересно. Прогрессивный монарх, он был убежден, что рядом всегда должен быть тот, кто не испугается в должный момент сказать правду в глаза. Советнику пришлось осваиваться с нелегкой и совершенно несвойственной ему ролью правдолюба. То есть он врет на пропалую и выкручивается, а тут пришлось в какой-то момент быть честным или что? Не самое простое искусство говорит нужную правду в нужный момент человеку, властному над судьбой целого государства. Нужная правда и нужный момент выделены курсивом, видимо, автором. Если нужный момент еще туда-сюда можно понять, то что за нужная правда и как она бывает нужной и ненужной, мне очень хотелось бы узнать. Вся история развивается по двум линиям. Во-первых, некий глобальный заговор, частью которого является отравление вот этого самого советника. Они там куда-то идут, к королю заходят, вот это вот все. И вторая часть это, я бы сказала, адаптация главной героини в новом теле, в новом мире. Но ничего посвященного адаптации, собственно, здесь и нет. Она, скорее, какое-то время не верит, пару раз возвращается в свое человеческое тело и узнает о причинах, которые предполагают все-таки возвращение в дракония. И вроде-ка устанавливает отношения с вот этим своим хозяином, советником, вроде-ка главным героем, и парочкой еще других людей. С хозяином, честно сказать, довольно странное отношение. И до конца книжки я так и не поняла, в каком же месте можно к этому герою как-то приноровиться, как-то ему где-то сочувствовать и как-то ему интересоваться. Он довольно странный персонаж, я бы сказала, с нулевым практически уровнем эмпатии. То есть он вроде как не злодей, он вроде как умный себе на уме, но как-то не особо этому верится. Особенно на тему ума. Мало того, что он советник, не говорящий правду, дальше автор говорит, что он, мол, информацией, скажем так, занимается в личных целях. И вот у нас была сцена, когда дракон ему помог, а теперь где-то она сидела у него на столе опять, лезла бумаги, и вот он ей говорит, не лезь, строго велел советник, все равно же ничего не понимаешь. А еще и перед ним щелбан, и выдал, отличное. Мало того, что в целом общение с животным, еще и общение с только что бывшим диким животным. И тут же он хмыкнул мысленно, поймав себя за разговорами с неразумным зверем. А с другой стороны, даже собаки в человеческой речи что-то понимают, а уж драконы куда как умнее собак. Не так давно, я возвращаюсь снова к этому моменту, это дикое существо ввело себя совершенно разумно, приняв решение и правильно поняв ситуацию. О каком неразумном звере ты говоришь? Это раз. Второе собаки. У собак есть интеллект. Понятно, что это не человеческий интеллект, но понимание довольно большого ряда слов, понимание каких-то команд и способность жить с человеком и как-то с ним взаимодействовать, известное свойство тех же собак. И уж я не говорю о том, что разговор с домашними животными вообще обычная практика. Главная героиня в теле дракона пыталась разговаривать с хозяином, она ему рисовала какие-то карикатуры, похватала бумажку, там рисовала какие-то рожицы. Этот длительно тупит, не понимает, что она делает, и я удивляюсь каждый раз, и вот на этом месте я поняла, что в общем-то книжка в обзор о драконах не пойдет. Несмотря на все очевидно разумные сознательные действия, единственная мысль, которая у него возникает, глядя на рисующего дракона, вроде как неразумное существо, это художественным талантом мой фамильяр уж точно не блещет. С некоторой растерянностью подумала река, ты дурак. Дорогой автор, хочется сказать мне, если бы ваша кошка принесла вам тапочки, что кошки, кстати, иногда делают, вы бы уже очень сильно удивились, обрадовались и написали бы об этом всех в своих соцсетях. Если бы ваша кошка выложила вам кормом какую-то рожицу, кружочек, или какую-то другую геометрическую фигуру, вы бы, наверное, потащили ее к ветеринару, а то и просиживали целыми днями на форумах, пытаясь понять, правда это или нет. И точно уж как-то пытались с этой кошкой экспериментировать, а не сказав, иди-ка ты, мурка, не мешай мне. В общем, драконница, которая не понимает человеческую речь, кроме речи хозяина, допустим, списываем на связь, пытается научиться писать и считать. О том, что, в общем-то, для этого не мешало бы понимать человеческую речь, не только хозяйскую, как-то автор упускает. Самое забавное, что когда она все-таки доносит мысль до хозяина, что она хотела бы научиться писать, главный герой отмахивается от нее, как от дела, которое не особенно вызывает у него интерес. При том, что грамотный дракон, с которым ты можешь общаться, я уж не говорю о том, что речь это, в общем-то, очень высокая функция, так вот такой дракон был бы очень ценным помощником во всяких разных, в том числе и советнических делах, в том числе и как шпион, уж будем говорить прямо. Если бы моя кошка устроила подобную пантомиму, я бы тоже при всей очевидности жестов далеко не сразу поняла, чего она от меня хочет. Ты бы, может, не пыталась понимать, что она хочет, ты бы бегала по потолкам и пыталась понять, что вообще происходит. Дальше они, наконец-то, пытаются знакомиться и выбирать имя для дракона. Перебирают по буквам и тоже никого ничего не смущает, в частности, хозяина. Следующие полчаса мы играли в угадайку по буквам. В итоге сошлись на Кэт, это ее Катерина зовут. Я осталась недовольна, но, похоже, если не уступлю, меня вообще обзовут как-нибудь неприлично, это так и останется. Мужчина категорически отказался продолжать эту увлекательную игру, когда имя стало длиннее пяти букв. А куда еще две буквы делись? В слове Кэт, насколько я могу посчитать, три буквы. Ну, спасибо, что не назвал ее Катером. Хозяин заявил, что не собирается ломать язык, произнося эту длинную чушь. Все это особенно странно выглядит, когда ты знаешь о том, что советник, прямо называя свои вещи, приторговывает информацией и, предполагаю, занимается шантажом. Удивительно восхитительное личностное качество у главного героя. Так и пышешь к нему любовью и симпатией. Лучший друг главного героя глава тайной стражи королевства, с которым они, значит, не только знакомы, но и были деловыми партнерами. Мне сразу в этом контексте интересно. Один шантажирует, второй крышует. Какого рода партнерство может быть у людей, которые очень интересуются информацией? Кстати, об информации. Если человек настолько включен во все эти штуки, связанные с шантажом, сбором информации и узнаванием всяких секретиков, то его нелюбопытность во всей этой истории попиюще удивительна. Лучший друг, он же начальник тайной стражи, тоже персонаж весьма восхитительный. Это высокий широкоплечий бланец с простодушным лицом, совершенно несоответствующим представлению о человеке, его должности и положения. Я могу ошибаться, насколько я помню, простодушность лица это либо контролируемое выражение, либо естественное. И в случае, когда оно естественное, именно выражение лица простодушное, это, как правило, связано еще и с личностью, носителем этого самого простодушного лица. Что уже странно для начальника тайной стражи, для человека, который не только должен знать очень много, очень о многих, но и уметь очень быстро принимать решения. В целом, много работает головой. Этот наш прекрасный, простодушный друг, большой любитель вина, придя с утра в гости к главному герою, выдул полку вширной вина и выражает свое недовольство. А главным героем отвечает, мой дворецкий слишком хорошо знает, сколько может поместиться в твою бездонную глотку, поэтому спасает мое состояние. Вроде как, видимо, внутренняя шутка. Ты ведешь себя, как невоспитанный наемник, а не наследник древнего рота. Куда важнее, что он ведет себя не как начальник тайной стражи. Снова обращение к автору. Какого бы роста и какой бы комплекции не был человек, вино является алкоголем. Тем более, в размерах полку вшина кувшин. У любого алкоголя есть такое дивное свойство, как нарушение синаптических связей в головном мозге. Для человека, являющийся не просто специалистом по разным сложным, криминальным, тайным, деликатным делам, но и главой всей этой структуры. Странно. Привычка закладывать заворотник с утра и в больших количествах. Либо он номинальный глава стражи, а всей конторой, всей этой рулят какие-то другие личности. Я уверена, что мы будем все дочитывать. Скорее всего, я вам просто перескажу и в целом выражу возмущение. Но вот это очень любопытный момент, касающийся опять работы тайной стражи. Я так возмущаюсь, потому что, ладно бы мне не понравилась книжка. И скажу, что совсем отвратительно написано. Довольно скучно, не очень увлекательно, но тем не менее. Возможно, мне просто не пошло. Но автор нарушает собственную логику. Она делает какие-то вбросы, она обозначает какие-то роли, обозначает какие-то качества. Исследует ею же обозначенному. То есть она не удерживает логику происходящего. Сама и наделяет своих героев довольно странными характеристиками. Тут прекраснейший момент. Начальник тайной стражи говорит, я по твоей просьбе занялся небольшим частным расследованием и знаешь, что накопали мои люди. Ирия где-то отвечает, откуда же мне знать? Или ты предполагаешь, что мои люди есть и в твоем ведомстве? Напомню, тайная стража. Глава тайной стражи отвечает, с тебя бы сталось, недовольно отозвался граф. То есть он еще у нас и граф, автор, кстати, очень легко разбрасывается титулами, не сильно, похоже, понимая, что на ней может стоять. Ингельт. Да, Регди так зовут. Ингельт Регди. Дело серьезное. Я вынужден начать расследование этого дела официально, как бы тебе не хотелось обратного. За последние две седмицы от неснимаемого проклятия умерли двое сановников его величества. И третий не протянет нескольких дней. Причем на третий пришел в тайную стражу и написал официальную жалобу. То есть я напоминаю, в столице среди приближенных к королю людей что это эпидемия неснимаемых проклятий. Умерло несколько знатных людей. Один спасся, один прямо сейчас умирает. И начальник тайной стражи рассматривает это все по запросу одного из своих друзей, уже спасшийся участник. И с сожалению, мы говорили о том, что вынуждены начинать официальное расследование. Но он бы подождал, когда все перемерли, что ли. Глядишь бы, казна обогатилась какими-нибудь землями. Я не знаю, что может удерживать начальника тайной стражи от расследования вот этого незначительного дела как смерти ряда сановников. Кто же у нас там умер? Разные люди. Герцог Дейрон наверняка даже не был знаком с заместителем министра финансов и секретарем принца. То есть обратите внимание, умерли герцог, заместитель министра финансов и секретарь принца. Уже любопытно, почему смерть первого не является поводом срочного расследования и каких-то дополнительных охранных действий в сторону, например, короля. Дальше еще прекраснее. Сам Ригоди лишь поверхностно знал заместителя министра и дважды видел герцога Дейрона. Последний приезжал в столицу крайне редко, предпочитая проводить время в своих довольно обширных владениях. Он мог вообще не приезжать. Но не знать друг друга в аристократической среде это просто невозможно. Не знать даже генеалогию всех родов более-менее значимых это невозможно. А уж советник короля говорящий ему правду, который не знает заместителя министра, извините, это просто нонсенс. Какую правду он говорит королю? Ваше Величество, вы сегодня прекрасно выглядите? С многим в этом мире все очень непонятно. Автор не утруждается тем, чтобы более-менее как-то порастроить эту систему магии к самому концу, где-то к 400-й что ли странице. Она там что-то пытается как-то объяснять, и это выглядит довольно странно и нелогично. До этого она одновременно упоминает о магии, никак ее не представляя в мире, при этом вдруг она говорит о том, что есть некая магическая форма передачи информации, писем, но на службе у советника такого состоятельного, знатного и пронырливого своего мага, специалиста по информации, не было. Подобную роскошь мог позволить себе лишь король. То есть, что у них в стране один человек, один специалист в целом есть, или как? Однако был человек, который за определенную плату соглашался оказывать некоторые услуги, не задавая лишних вопросов, умел держать язык с зубами. То есть, в принципе, специалисты были и подъемные. Человеку, который торгует информацией, будем называть вещи своими именами, не иметь помощника, который помогает ускорить процесс передачи информации, либо эффективно работать за самой информацией, довольно странно. На самом деле, такой раздражающий момент из этой информации, потому что, во-первых, мне не нравится персонаж, чьей работой, чьим интересом может оказаться шантаж. И все, что связано вот с этой деятельностью главного героя, оно не только раздражает своей неприятностью, но и вызывает много удивления. Потому что нигде, никак своими действиями, какими-то продуманными или эффективными, герой этого не иллюстрирует. Вот он не проявляет интереса к своему дракону, вот он ведет себя как дурак в какой-то другой деятельности, вот он пришел во дворец, где мы, кстати, видим много дракончиков, которым главная героиня уже не проявляет интерес, что удивительно. И же надо понять, что с ней вообще происходит и как эти существа живут. И когда куча придворных дам начинает щебетать вокруг его новоприобретенной драконицы, советник исторически терпел этот щебет. Почему? Почему придворные дамы не могут быть регулярным источником информации, например, для того же советника? Кто, как не люди, которые живут при дворце и варятся во всей этой внутренней кухне, будут хорошим шпионом для человека, заинтересованного в получении информации и умеющего ее анализировать. Значит, драконица особого интереса к сородичам вдруг не испытывает. В какой-то момент она все-таки примыкает к их играм и понимает, что поговорить особо не с кем. Эти драконы ручные ведут себя как дети. Опять вопрос к автору и предложение посмотреть на реальных животных. Животному не обязательно проявлять интеллектуальную деятельность для того, чтобы взрослеть и выполнять какие-то взрослые функции. Котенок и взрослая кошка отличаются по своему поведению и отличаются по, скажем так, задачам, которые они решают. Кошка, может быть, не очень понимает, что вокруг происходит, но заботиться о котятах она умеет. И формировать пару, защищать территорию она тоже умеет и прекрасно понимает, что она делает. А делать из драконов, которые вроде как взрослые, но ведут себя как дети, каких-то странных существ, я не знаю, зачем автору это понадобилось. Скорее всего, собственно, вот для того, чтобы ее героиня могла посокрушаться этому обстоятельству. Кстати, в копилку талантов начальника тайной стражи, кроме того, что тут незаметно умирают состоятельные и значимые в обществе люди, он вдруг выясняет уже постфактум, что за последние две недели в столице украли нескольких фамильяров. То есть, еще раз, очень дорогое, вроде как сложно добываемое животное, несущее кучу полезных функций своему хозяину, пропадает, и начальник тайной стражи об этом не вздут на огонь. Отлично. В какой-то момент автор пытается обозначить эпоху, и, честно говоря, лучше бы на этого не делала. Что-то вдруг про оружие, про шпаги, что вот они у них есть, или что сильно и не слишком приятно, там где-то, где-то находится, пахло смесью разных благовоний духов. Нет, все же с нашим средневековым этот мир можно сравнить лишь отдаленно, что, впрочем, неудивительно. Я бы скорее пришла в недоумение, если бы обнаружилось близкое сходство. Почему? Что вы, автор, понимаете, как средневековый, и почему мир, в котором гужевой транспорт, нет вроде как центрального освещения, пишут перьями, непонятно, что с канализацией, но, как правило, автор Ромфанта обходит эту тему и придумывает канализацию там, где вроде как не могло быть. Дальше она говорит о стражниках железной сбруи, что тоже не только странно, но и смешно, и говорит о том, что этот мир отличается от нашего средневековья. Так, а чем он отличается? Если вы автор Ромфанта, чаще всего средневековья вот так примерно и рисуете. Автор нам снова рассказывает про деятельность советника, он говорит, что чужих тайн советник знал больше, чем положено человеку, желающему прожить спокойную и долгую жизнь. Чего-то мы это до сих пор не заметили. Любопытная цитата касающейся деятельности советника короля, говорящего правду, и его большого друга, начальника тайной стражи. Заняв высокие должности при дворе, они, то есть один и второй, вовсе не прекратили свою не вполне законную деятельность. Напротив, не стесняясь использовать служебное положение, развили обширную шпионскую сеть. Так вы, блин, определитесь, есть у нее шпионская сеть или нету, общая она у них или раздельная. Если для начальника тайной стражи наличие каких-то информаторов логично и жизненно необходимо, то для советника короля это странно, но в данном контексте мы этого просто-напросто не видим. Извините, человек всех чиновников и всех графьев не знает, о какой шпионской сети и о каком владении информации здесь вообще идет речь. При том, что есть проблемы с передачей информации, здесь автору подумалось уместно внести гаджеты. Оказывается, у начальника тайной стражи в губе была маленькая металлическая точка, рассмотреть которую было непросто. То есть представляем размер. Хитрое устройство связи, изготавливаемое штатным магом тайной стражи. Представляет на собой микрофон с наушником и начальник всей достойной организации даже находясь на другом конце страны в курсе того, чем занимаются его подчиненные. То есть вы понимаете, в маленькой точке металлической, вживленной в кожу человека. Настолько маленькой, что сложно разглядеть. Это же какого размера? При том, что даже, не знаю, фломастером точку си на лице поставь, она будет видна. Содержится, значит микрофон, передатчик, причем дальность действия этого самого передатчика без вышек каких-нибудь 5G в общем-то охватывается у страны. Сколько там размер страны? И при этом проблемы с передачей информации мы имеем, общее условно-средневековое окружение мы имеем, нормальных очертках очерченных по свойствам магов мы не имеем. И описание людей, умеющих особенно талантливо работать с механизмами, создающим новые механизмы, мы здесь тоже не имеем. То есть автор активно практикует известную технику, которую называют «бог из машин». Я захотела, я ввела. А то, что это противоречит общей логике и силенной, нарисованной, ей же, ну как нарисованной, так себе на самом деле, но тем не менее, это автор не сильно заморачивается. В какой-то момент на советника совершается какое-то нападение, где его прикрывает собой наша бравая главная героиня, ее в этот момент выбрасывает свой человеческий мир. Вся функция вот этого действия это просто показательно, что в человеческом мире ее тело, скажем так, умирает, и ей нет смысла вообще пытаться вернуться к своей прежней жизни. Как-то надо адаптироваться к жизни дракона. Адаптации как таковой нету. Кстати, я забыла сказать, она как там, когда еще ее украли, там есть совершенно гениальная фраза, в кавычках, естественно, гениальная, когда меня украли, говорит главная героиня, я по дороге, значит, между приступами паники успела еще и поспать, отдохнуть. Поэтому, придя вот в новый мир, все равно вы дома и совсем не хотелось спать. Я могу поверить, что я не хотелось спать из-за тревоги, из-за внутренней паники, но о том, что она чередовала периоды покоя и паники, извините, автор, ну, почитайте хоть, не знаю, если не учебник по физиологии, то хотя бы какую-то статью на Википедии, как это вообще все выглядит. И о том, что нервная система так не работает. В очередной раз автор говорит о должности советника, о том, чем он занимается. Человек, который должен говорить королю правду, третий советник, должен был опасный, поскольку вспыльчивый король и советника мог запросто отправить на плохую за него время сказанное слово. Зачем автор об этом говорит? Потому что родился закон, по которому третьего советника нельзя казнить даже по приказу короля в течение 10 дней после этого самого приказа. А советник имеет право любым способом оправдаться перед королем или доказать тому, что тот, опять же, неправ и вообще самодур. Вряд ли человек, обреченный на казнь, будет доказывать королю, что он самодур. А если он сидит в тюрьме, то вряд ли он может извините, человек, говорящий правду и имеющий определенные преференции, собственно, Шуто всегда и назывался. Можно его, конечно, назвать красивее советником, но функция от этого не меняется. Правда, что наш главный герой как-то незаметно выполняет свои обязанности. Король у нас оказывается большой драконолюб. И опять же, странно, почему в этом случае у советников самого нету дракона, что дало бы отличный повод для какого-то взаимодействия с королем и для, в общем-то, некоторых симпатий королевской, возможно, тоже. Ну и как бы сфера контакта. Очень забавный момент. О страте короля к драконам знали все. И послы соседних государств, желая задобрить короля, дарили дорогие подарки не ему, а Тилю, так звали дракона. Зачем дракону дорогие подарки, при том, что до сих пор не сказано, что они как-то любят, например, дракометаллы либо какие-то конкретные вещи, мы тоже не знаем. Если дракону подарок не приглянется, неудачливый посол мог вполне остаться без королевских милостей. Посол, без королевских милостей. о каких особых преференциях может идти речь. Самое сообразительное, стараясь выбирать подарки недорогие и неизысканные, а именно такие, какие могут понравиться дракону. Мне бы тоже хотелось знать, какие подарки могут понравиться дракону. Просто хотя бы хоть какое-то представление об этих самых драконах сформировать. Значит, Ингельт, главный герой, был осведомлен об этой особенности слабости короля, слабости к драконам. Но когда Кэт, наша главная героиня, не захотела играть с драконом короля, не стал ее одергивать. Это выглядело бы как неприкрытое подхалимство, а его величество подобные вещи замечал быстро и безошибочно. Очень странно для человека, которому можно, простите, подъехать, подарив подарки его дракону. Так ты замечаешь или не замечаешь? Ты как-то рад подхалимству и подарков своему дракону, либо ты сердишься по этому поводу? Автор, определитесь. Два абзаца, а сплошное противоречие. Я не сказала. В этой истории появляются еще два телохранителя. Мужчина и женщина. Женщина, как мы позже узнаем, это некая баронесса, и это никак ей не помогает и никак ее не характеризует, которая особенный маг. Я чуть позже скажу, что подразумевается под этим. И она же является той незнакомкой, которая вместе с Ингельдом Регди, главным героем, пыталась купить вот эту Кэт, нашу главную героиню, у браконьеров. Второй герой, это мужчина и тоже телохранитель. Он вроде как обычный человек, который тем не менее больше заинтересован вот этой нашей главной героиней, чем ее хозяин. По крайней мере, проявляет к ней больше внимания, больше симпатии и что-то с ней разговаривает, что-то ей показывает, как-то объясняет, и впоследствии он занимается с ней чтением языком. Советник, слэш, шпион и торговец информации довольно вяло приспосабливает своего новоприобретенного фамильяра к каким-то своим делишкам. Во-первых, они добывают информацию от своего старого учителя вот по этим коварствам и шантажам. Автор делает довольно сложную подводку, что вот есть такие замки магические, вот есть всякие, при том, что она периодически говорит, что я не верю в эту магию, возможно, люди просто так не верят. То есть ты дракон в чужом мире и тебя ничего не смущает, а магии, возможно, тут нет. Ну, я тоже в нее не очень верю, потому что я ее не вижу в этой истории. Но находясь внутри нее, вполне логично предполагать наличие магии, если ты ментально переселилась. Так вот, замки, оказывается, есть какие-то специальные логические замки для драконов. А то, что драконы часто используются преступниками, тем не менее, мы из другого какого-то места не узнаем. Зачем в таком случае специальные антидраконовские замки? Разгадывая в юности какие-то головоломки, наша главная героиня, естественно, открывает все хитрые замки и всячески помогает своему хозяину. Хозяин мало интересуется своим драконом, не ее здоровьем, не ее действиями, не пытаясь установить с ней контакт, не обучая ее самостоятельно чтению письма, не обращаясь ни к какой литературе, хотя он должен был знать о драконах достаточно много ввиду своего социального положения, и более того, автор потом еще какую-то ремарку делает о том, что он там что-то там прочитал. Так вот, он ее тащит на дело, на другое дело. Они идут к голове гильдии убийц. Откуда без других гильдий, без вообще существования гильдийной системы, по крайней мере, автор об этом где не говорит, появляется гильдия убийц? Непонятно, и это нас на самом деле мало интересует. Тем не менее, он сначала ее притаскивает, разрешает ей вроде как пошпионить, а как ты будешь получать информацию, неизвестно. А потом он ее посылает, объясняя ей словами, что вот, мол, пойди посмотри, и пошпионить. Ее там ловят. Хозяин, понимая, что его ценного дракона и спасительницу словили, не собирается идти добывать ее обратно самостоятельно. Думая о том, что не солидно, хотя логично предположить, что пойти и забрать своего дракона, наоборот, более логично, как раз таки ценное животное, важное и всякое такое прочее. Кроме того, что главная героиня ввязывается в какие-то местные интриги, геи регулярно снятся какие-то видения. Она видит какой-то сетящийся шар, какую-то волшебную жемчужину и бла-бла-бла, и хочет, у нее возникает такое неосознанное стремление попасть в этот драконий заповедник, где она родилась. В общем, это выглядит так, как будто бы автору просто-напросто надо нам обозначить какие-то моменты вселенной, а как это подвести, не делая какие-то сноски, видимо, автор не знает. Кроме того, что автор не сильно разбирается в иерархии и во всяких этих вещах, тем не менее, она упорно в тему дворцовой жизни заныривает периодически. Вот она говорит, что во дворце зарело оживление, готовились к прибытию послов. Слуги носились по коридорам на приличной скорости, стремясь успеть все и сразу. В одну сторону слуга с таким ворохом подушек оперит, что под ними и человека не видно. Всем встречным, несмотря на ранг и звание, приходится сжаться к стенам уступаемую дорогу. В противоположную сторону спешит другой с грудью серебряных подсвечников. Мипа пробегает стайка озабоченной горничной. Автор, видимо, не знает о том, что слуги никогда не бегали по парадным коридорам, где, собственно, все вот эти разноранговые и разнозваниевые товарищи как-то фланировали. Услуг были свои коридоры, свои обходные пути, которыми можно было попасть и с жилой части, и с приемной. На двухсотой странице мы наконец-то узнаем о том, что есть соседнее государство и, возможно, именно оно интригует. С посольством приезжает племянник короля соседнего государства и главный герой рассуждает в том, что это случайность прибытия этого племянника или этот самый племянник, как бишь там его, решил присоединиться к посольству из любопытства, Ингельт не верил ни на миг. Снова человек, чьей основной работой и вроде как интересом является добыча информации, не знает, как зовут не просто племянника короля, допустим, соседнего государства, но и главу посольства и не проявляющего никакого интереса к этой теме. Это уже даже не странно. Оказывается, у соседнего государства и нашего государства есть некий конфликт из-за земли. Конфликт за небольшой, в общем-то, клочок земли продолжался вот уже полтора столетия. За это время его успели несколько раз продать, подарить или завоевать обе стороны так, что теперь просто не представлялось возможным доказать, кому же по закону принадлежат Филакийские долины. Каждая из конфликтующих сторон настаивала, что это ее территория и потрясая экипой документов. Вообще-то, здесь не за забор между двумя фермерами спор идет, а вопрос между двумя государствами. Если автор обозначает его вот так, что это не просто желаемая часть, часть бывшего общего государства, который вот так вот делит, а это что-то, что продавалось либо дарилось, значит, на каждую такую сделку должны были быть документы. Если документов нету, сделки, видимо, тоже нет. Я, конечно, не юрист, но полагаю, что на уровне королевских торгов дела обстоят довольно-таки серьезно, и просто так продать и забыть невозможно. Про эти самые долины автор тоже прекрасно говорит. На первый взгляд, в Филакийских долинах не было ничего особенного выдающегося, обратите внимание. Небольшой городок да великолепная Толианская луга. Ах да, еще коровы молочных пород. Ценные луга, на которых пасутся коровы молочных пород, являются важным экономическим фактором. Это ценные земли, ценное приобретение. Человек, который владеет вот этой землей, будет состоятельным, что автоматически делает эти земли ценными. Мы же не про пустыню говорим. Автор говорит, что это не бог, весь какие богатые ресурсы. Если бы не две немаловажные детали, то есть кроме коров и лугов, здесь что есть? В долине находилось одно из мощнейших из известных на данный момент мест силы. К сожалению, собрать с ним мог не каждый маг, поэтому уже около трех десятилетий она оставалась незанятым. И второе, долина вплотную примыкала к драконьему заповеднику. Великолепно. То есть мало того, что здесь есть существенный экономический ресурс. Здесь есть это место силы, которой никто не пользуется. Не знаю уж, почему они не заведут себя, не воспитают, не вырастут, не найдут подходящего мага, потому что где-то в какой-то момент автор говорит, что у них там развитая система поиска талантливых магов. Не верится мне. Так еще и долина примыкает к заповеднику, нарушение границ которого карается в общем-то смертной казнью. И что является значимой частью, по словам же автора, экономики и культуры этой страны. Что любопытно, во второй стране драконам не уделяется столько внимания. Пиетет к драконам незаметен. Они, в общем-то, все моменты, когда они появляются в тексте, не главное, героини, другие, они выглядят как домашние зверюшки. Но автор обозначает очень ценные свойства. Защита от ядов, восстановление от ран, продолжительность жизни высокая. При таких условиях драконы должны были бы быть у всех, это должен быть очень выгодный бизнес, контролируемый короной, и интерес в драконах должен быть тоже повсемейственен, по всему миру. А не вот это вот, что она делает. Наш специалист по информации слэш-шпион рассуждает о законе, что из заповедника берут строго ограниченное количество маленьких драконих яиц или маленьких дракончиков. Вот, видимо, вот так из себя представляет питомик, просто забранное и вылупленное яйцо. Хотя питомик предполагает вообще-то разведение. А так вот, он так привык, что этот закон строго соблюдается, а браконьеров, чуть ли не как государственных преступников, значит, казняет, что даже не заинтересовался причиной вот этого интереса соседнего государства. Человек, повторяю, занимается информацией. Так что там с местами силы? Автор создает довольно странную и маложизнеспособную систему. Мол, есть маги, не привязанные к местам силы и привязанные к местам силы. О маге, который живет, например, в столице и который не может отойти далеко от своего места силы, мы ничего не знаем. Ни о его свойствах, ни даже о его существовании. О других магах, привязанных к местам силы и каким-то образом эту самую силу эффективно использующих, потому как предполагается, что это очень большой ресурс и какую-то особую эффективность это дает, мы тоже ничего не знаем. Ни о их существовании, ни о их свойствах, ни о, так сказать, их влиянии на экономику, культуру и прочую людскую жизнь. Есть маги, которые не привязаны почему-то к местам силы, они очень долго восстанавливаются, тем не менее, что-то там могут. Так вот, баронесса по имени Инга одна из таких магов. Она вроде как боевой маг, странный боевой маг со сложностями восстановления демагической энергии. Одноразовый боевой маг. Логики в этом мало, обоснования тоже, поэтому мы на этом тоже не будем долго останавливаться. Король их наконец-то отправляет в этот самый заповедник разведать, что там происходит, разведать, что происходит вокруг. Они туда приходят, там с кем-то общаются, знакомятся с новыми драконами и едут они туда в составе двух телохранителей, дракона и самого, собственно, советника. Едут они в карете зимой по сне, вот почему-то в карете, а не на санях, например, при том, что кони пробиваются через липкий снег. В какой-то момент они там останавливаются в гостинице, сразивший меня момент, автор говорит, гостиница была ярко освещена в основном факелами. Дорогая Елена Картур, освещение факелами выглядит примерно вот так. Как мы видим, никакого яркости и никакого сравнения с электрическим освещением быть не может. И опять же возникает вопрос, почему это не Средневековье? Форма освещения вами обозначена вполне четко. Свечи, факелы. Между делом, баранесса по имени Инга, она же целохранитель, понимает, что советник это был тот человек, с которым она конкурировала за дракона, и ума не пытались его купить нелегально, что наказуемо. А советник, пытаясь решить эту проблему, сначала раздумывает, не переспать ли с ней, привязать к себе, я не знаю, что он себе там хотел такое сделать, но выбирает шантаж и давление. Он ей угрожает и типа запугивает, чтобы она молчала и никому не говорила, что его дракон и заповедника нелегален. отличный план, особенно учитывая, что мы говорим о телохранителе и об обвекаемом ее человеке. Мы уже пролистали половину книжки, 239-я страница. Дракон был привлечен только граблением, только встречей со всякими преступниками, и то, значит, она какие-то идеи пыталась до своего хозяина донести пантомимой или рисунком. И это она, кстати, рассказала хозяину, что Инга в курсе этой непростой, нелегальной ситуации с драконами-браконерами. И вот, значит, мысль советника. Все-таки Кэт молодец, сообразила предупредить. Умный камеляр ему достался. Даже слишком умный, как постепенно начал понимать советник. Все действия уже сложно назвать просто необычайной сообразительностью. Нет, Ингель все больше осознавал, что Кэт не только быстро и с выдумкой реагирует на события, не только учится как большинство маленьких дракончиков. Твой дракон спасает тебе жизнь, вкладывает тебе таблетку в рот. Твой дракон учится говорить, учится писать и просит и учить писать. Твой дракон разгадывает логические загадки. Что еще нужно сделать, чтобы осознание разумности дракона пришло не постепенно, как можно быстрее? Хотелось бы спросить. Наконец-то, 330-300 страниц Инге поручили обучать драконицу грамоте. и она необходимость заниматься с драконом восприняла как еще одно наказание, бессмысленное по ее мнению. Тем более, что дракон вроде как старался не демонстрировать свою сообразительность. Извините, это уже столько наделало всего, что тут не то, что про сообразительность животного надо говорить, а искать разум в существе. Они учат буквы внезапно, то есть разность речевого аппарата никого не смущает у человека и дракона. Учат буквы, учат какие-то слоги. И вот она говорит, целым результатом сегодняшних трудов стали несколько десятков самых простых слов, которые я научилась писать относительно без ошибок и построение коротких и чудовищно безграмотных фраз, а также болящее напряжение лапаном. Псюшу пером пишет, почему мне карандашом непонятно. И крайне раздраженная моей бестолковостью Инга оказалась не лучшим педагогом, сердилась, когда делала элементарные ошибки или не понимала объяснений. Серьезно? Дракон, который вроде как неразумное существо, научился писать несколько десятков слов и для вас это бестолковость? Автор, ну вы уже определитесь, я понимаю, я себе на три буквы выучила. Он что-то понимает, причем частично разбирает язык, вроде как говорит и при этом чем дальше, тем больше я чувствую себя первоклашкой. Причем первоклашка бестолковой. Наконец, Инге, это надоело. Это бесполезная трата времени. Хватит на сегодня. Извините, когда у тебя собака один трюк за раз выучивает, ты можешь считать и себя, и собаку свою успешной. Вы сделали большую работу. А тут животное, неразумное, научилось писать и доносить свою мысль. И ты говоришь о том, что это неудачная работа. На 336-й странице драконица наконец-то решается обозавестись имуществом, аргументируя тем, что ей пора обрастать корнями, которые привяжут меня к этому миру и заставят, наконец, поверить в его реальность. То есть ты полкнижки не веришь в реальность мира. Это было бы уместно, если бы какая-то адаптация, какое-то переживание вот этого своего перемещения тут в тексте было, а его нету. И главная героиня живет в теле дракона, как будто бы так и было задумано, как будто бы так ей и нормально. Не про вещи, не про ложку, не про, не знаю, тарелку свою драконскую, у меня здесь и миски даже нет. По мере путешествия, как я уже говорила, они едут на карете, пробиваясь сквозь снег, а охранники, охранники зимой в железных доспехах. Вопрос, зачем? Мало того, что железные доспехи делают человека очень неповоротливым, так я, конечно, не знаю, как средневековые рыцари справлялись с ношением металлических доспехов, но вряд ли они путешествовали в полной боевой амуниции. Совсем очевидный факт, человек во всем этом железном облачении неповоротливый и какая от него польза как от охранника, я как-то затрудняюсь предположить. Главное, героиня пытается летать, говорит, что у нее мерзнут крылья и как-то ей все это не нравится и дальше вообще говорит, что драконы зимой не очень охотно летают. Учитывая, что перелеты естественная форма передвижения для драконов, а климат со снегом для этого мира вроде как нормальный, то странно, что крылья драконов не адаптированы к температурам. Тем более, что когда дракон летит и сильно ими машет, тоже он там вряд ли открывается. Телохранительница вылезла из кареты и в карете остался второй телохранитель и хозяин. Под конец дня я дошла до того, что начала перепрыгивать с одного диванчика на другой, чуть-чуть расправляя крылья и ловя слабенький поток воздуха в закрытой карете, обратите внимание. Инга, вернувшаяся погреться, очень удивилась азартно сягающим по карете дракону и тут же ретировалась обратно. Я даже заподозрила, но вовсе не погреться хотел, а выяснить, от чего эта карета ходуном ходит. Такие прекрасные рессоры или дракон так увеличился в размере, чтобы прыжки с дивана на диван раскачивали карету. Сообразив это, я сунулась в окошку и увидела множество удивленных лиц. Ох, могу себе представить, что они подумали, мне в таком случае только они пошлостью в голову улезли. То есть вы понимаете, прыжки дракона с дивана на диван приравниваются к бурной сексуальной активности двух пассажиров мужского пола, причем настолько бурная, что эта самая активность будет раскачивать карету. Сущение, что они едут в коробке на мощных рессорах. Если вы еще не потеряли нить поистовования, главная героиня со своим хозяином приезжает к правителю вот тех странных, якобы малоценных, но значимых земель и обнаруживает там некоторое количество драконов, которые, наконец-то, разумны. Один такой старый и очень-то желающий с ней общаться, что тоже странно, он же видит нового дракона и понимает, что она нетипична, и более того, дальше автор говорит, что самок не выпускали особо из заповедника. Еще один дракон в очках. Мне интересно, как автор, во-первых, себя представляет. Зрение, расположение глаз у драконов другое, то есть очки, как пенсне, для драконов по меньшей мере странны и неуместны. В конце концов, чисто физиологически, широкая морда, отсутствие ушей, есть только слуховые проходы, то есть закрепиться не на что. Пенсне тоже одевается на тонкую перемычку, и в конце концов, дракон, у которого плохое зрение, при том, что глаза драконов наверняка сильно отличаются от человеческих, это просто, ну, извините, глупость. Главная героиня таки добирается с помощью драконов и немножко с помощью своего хозяина до заповедника. Там она узнает о том, что драконы не просто существуют в заповеднике, а есть некие ягеря, которые заботятся о драконах, которые, собственно, изымают драконьи яйца и вроде как чего-то там про этих драконов знают. Она понимает, что разумных драконов не так и много. Основной молодняк, который там есть среди ягерей, он тоже такой, типа, дети малоразумные. Сразу вопрос, в какие же питомники вы их раздаете и в чем смысл введения питомником, если есть заповедник, из которого изымаются честь яиц, есть ягеря, которые разбираются в теме и которые, собственно, это самое изымание проводят. Почему жаждущие обзавестись драконом не приезжают прямо туда? Либо в какой-то пункт, где они как-то связываются с ягерями. Зачем водить совершенно бесполезные питомники? Выясняется секрет второго телохранителя, который более расположен к нашей главной героине, зовут его, кстати, Бьерн, я не знаю, говорил, не говорила, он оказывается из бывших ягерей. То есть ребенок, который жил в этой среде, у него там как-то погибли трагические родители, и он вынужден был жить где-то вовне. Но, похоже, он мечтает стать драконом. Да, я, кстати, под конец книжки вспомнила, что я вам не рассказала один момент, о котором узнает главная героиня, когда начинает общаться с другими драконами уже в заповеднике. Оказывается, в чем смысл разумности и неразумности? Разумные – это те драконы, в которых заселилось чужое сознание. А неразумные – это, значит, те, которые, естественно, вот такие звери. Сразу возникает вопрос этики. Даже если дракон – неразумное создание, то какое-никакое сознание у него есть. И, ну, звериное, но личность. Получается, что новое сознание человеческое вытесняет, что с ним происходит, что происходит с субстратом биологическим. И второй момент. Автор зачем-то говорит, что в драконах могут вселяться, во-первых, умершие люди, а во-вторых, любые существа из других миров. То есть не только люди, но и некие другие существа. При том, что когда главная героиня наконец добирается до сородичей, которые не очень-то заинтересованы в ней, занимаются своими делами, как-то вот разницей ментальной между теми, кто был людьми в чужих мирах, более технологичных, как наш, например, и те, кто рождены в этом мире, жили в этом мире и почему-то не проявляют, кстати, интересы к своей прошлой жизни и родственникам, например. И, скажем, нечеловеческие какие-то существа, где между ними разница в образе жизни, в каких-то поступках, в конце концов, в мышлении и в форме какого-то контактирования. Ну и что из агрессии, в конце концов, либо есть какой-то фильтр, по которому только не заинтересованные в мировом господстве существа попадают в тело дракона. Автор пытается, на самом деле, подводить некий обосновь вот к этой всей ситуации. Она говорит, что вот однажды, когда-то там очень давно, два мага случайно переселили свои сознания вот в этот артефакт, созданный им же, эту светящуюся жемчужину, и благодаря этому стало возможно вот такое переселение сознания дракона. Ну это все долго и как-то не знаю, мне к этой истории мало вдохновило. Глобальный заговор разрешают, догадка была правильная, это соседняя страна, она там какие-то эксперименты мутит, и драконы им для этого нужны, и они пытаются, собственно, до заповедника захватить, но еще бахапать драконов. Все дружно со злодеями справляются, при этом, ну раз уж я вам вообще книжку пересказываю, вам до спойлера, Бьерн таки погибает, защищая своим телом хозяина, и хозяин, как в случае с драконом, не особо сочувствует, не особо переживает по поводу его смерти, как-то не особо печалится, скажем, коротко и прямо. Драконы, оказывается, хотят знать про людей, хотят что-то шпионить, непонятно зачем, и пытаются на это уговорить главную героиню. Она отмазывается от высокой чести и возвращается со своим хозяином, вроде как другом, хотя на все 500, сколько тут, 75 страниц хозяин особой дружбы и какого-то интереса к ней не проявлял. И с ними едет еще один дракон, который готов принять на себе сложную миссию шпионажа на благо драконов, вроде как с целью защиты, и один маленький дракон, который, как надеется главная героиня, стал носителем души вот этого Бьорна, телохранителя, его хозяина, к которому у нее были более теплые отношения. Уф, я не знаю, сколько из этого всего останется, потому что, я повторюсь, скриншотов у меня очень много и вопросов очень много. История с хорошей завязкой. Человек переселяется в тело дракона. На этой почве можно было сделать вполне себе любопытную интересную историю про адаптацию, в конце концов, даже романтическая линия между человеком и драконом, и автор щедро бы переселил этого самого человека, новое тело дракона и там, так сказать, хэппи-энд и счастье дракония, тоже хорошо. Но, довольно скучная история. Весьма неприятный человеческий главный персонаж, с низким эмоциональным интеллектом, с очень спорными моральными качествами, и что-то не особо умный, прям сказать. Несмотря на то, что автор заявляет, не очень увлекательная интрига, слишком запутанная вся вот эта тема с драконами, несмотря на то, что автор, опять же, делает много авансов, вот они драконы, вот они как-то так живут, вот новое общество, но это какие-то странные существа, как будто бы форма посмертной жизни, то есть, вот я переселился, я переселилась в тело дракона и живу там, как дракон, кто-то вяжет, кто-то там возделывает грядки, кто-то просто там летает, но опять же, тема детей очень странно подана, потому что вот ты откладываешь яйца, вот у тебя вылупляется ребенок и с одной стороны, вот он твой ребенок, который в своей, кстати, естественной форме, не очень интеллектуальной, но тем не менее, для драконов это естественная форма, и ты от него отдаляешься, чтобы, мол, не привыкать, и ты его отдаешь к людям, чтобы хоть какой-то проблеск сознания был вот этой связи, а вот твой ребенок, в тело которого вселилась неизвестно чья там душа, и тоже это совершенно чужой, другой, ну не человек, другое существо, это тоже интересный, мог бы быть конфликт, интересная история вот такого странного существования, но это показано так себе, вот, в общем, если бы не вот этот бесючий этический конфликт и какие-то дурацкие, аллогичные ситуации, местами противоречащие друг другу, я бы даже не трогал эту книжку, я бы, возможно, ее впрочетно вам рассказал, о том, что, ну, не очень удачная книжка, ничего интересного, совершенно проходная, но такое вот большое количество материала для придирок делает всю эту историю вполне себе неплохим кандидатом для вот какого-то формата условного бесячего вечера. Надеюсь, получилось не очень нудно, посмотрим, как в этом вообще формате удобнее расположиться, чтобы это более-менее было увлекательно и интересно и не очень длинно, но сегодня получилось вот как-то так. Если вы читали, рассказывайте, как она вам, возможно, у вас совершенно противоположное впечатление, если вам нравится главный герой, расскажите мне, почему. Ну, мои впечатления таковы, впечатления и возмущения. На этом у меня сегодня все, до новых встреч на канале, пока! Субтитры сделал DimaTorzok